Дорогие садоводы, мы подошли к самой известной гортензии ванилла фрайс, которая, мне кажется, мелькала абсолютно во всех соцсетях и поражает своим цветением. Людмила, расскажите, как удалось добиться такого результата, потому что масштабы ее, конечно, вообще поражают. Так можно вести любую гортензию. Здесь весь фокус в обрезке. Это каскадная обрезка. То есть есть какой-то секрет, да? Да, я никогда не слышала этот термин раньше, но назвала его каскадная, то есть режу ее с момента основания так. И она постепенно поднимается выше и выше и выше. Я хочу в условиях средней полосы сделать практически из гортензии метельчато-дерево. Потому что у нас, как все говорят, резать. Куда бы ты ни вошел, где бы ты ничего не почитал. Две-три почки. Да, да. По факту это совершенно ошибочное мнение. Это можно делать, если тебе нужен низкий куст. Тут, как пишут заявленные, там полтора-два, ну полтора метра. Да, ну как характеристики сортовые заявлены. Расскажите, как нужно сделать, чтобы вот такого результата добиться. Ну гортензию метельчатую режут вообще три раза. Первый раз после цветения осенью, когда она полностью увяла, смотреть на нее уже совершенно не хочется. Она становится очень красивого, я называю, цвета такого состаренного золота. Она такая... Подсохшая соцветия. Я бы ее и оставила и на зиму. Но единственное, что на эти шапки, а так как они очень плотные... Снег налипает. Снег ложится и может выломать ветки. А ветки на морозе становятся хрупкие. Поэтому в любом случае, перед тем, как пойдет снег, лучше шапки обрезать. Всю длину ветвей я сохраняю. Все, что они нарастили. Вторая обрезка будет весной. Как только можно к ней подойти. Даже по сугробам. Нужно обрезать. Почему не делаю обрезку осеннюю? Очень многие практикуют. Потому что я не понимаю, как перезимует побег. И когда мы обрезаем довольно низко, то при сильном морозе могут обмерзнуть верхние почки. Обмерзнуть, подсохнуть. Поэтому я не рискую. Ну, то есть вот у нас осенью соцветия уже подсушились. Мы их на сколько почек убираем? Не на сколько, просто соцветия убрали. Просто само соцветия удаляем и все. Весной делаем обрезку уже по степени выхода из зимовки. Под весной. Так как метельчатые гортензии, они не обмерзают. Ничего с ним не происходит. Снег их не ломает, если шапку вовремя обрезали. Мы подходим и режем так, как мы считаем нужным. То есть нет никакого правила. Нет никакого правила. Есть побеги, которые мы можем обрезать на 2-3 почки. А есть, на которых мы можем оставить 5-6 пар почек. Ну, это нужно провести отдельный мастер-класс. Приезжайте ко мне весной. С удовольствием. Суть в том, что чем ниже мы обрезали побег, тем позже он зацветет. Даже на этой гортензии сейчас видно, что максимально большие шапки набрали те побеги, которые оставлены самыми длинными. Самые короткие зацветают, вот они только набирают бутоны. Сейчас еще вообще даже не пора этой гортензии. Конец июля, она зацветет нормально только, ну, на второй половине августа, наверное. На второй половине августа, да. Но есть еще один очень хитрый прием. Когда наступило лето, вы подходите, чтобы гортензия не теряла силы, нужно убрать, можно прям ручками выломать те побеги, которые нам не нравятся. То есть они могут вместе со цветами быть эти побеги? Ну, конечно. Ну, как правило, мы это делаем, когда вот она выпустила все свежие побеги сантиметров по 15, например. Мы подошли и посмотрели, какие почки открылись, какие нет. И убрали то, что вы все равно потом обрежете. То, что растет внутрь кроны, есть, которые пересекаются ветки. То есть такая санитарная обрезка, да? Ну, даже не обрезка, я считаю, что это выломка. И в этот момент те люди, кто очень любит черенковать, вы выламываете с маленькой-маленькой пяточкой, да. Только единственная проблема, у меня сегодня, например, спрашивали, как сделать так, чтобы была стопроцентная укореняемость у черенка гортензии. Во всех питомниках, кто занимается разведением, у них стоят специальные туманные установки, искусственного тумана. И практически в стопроцентной влажности они хорошо укореняются. Можете создать условия, укореняйте. Ну, то есть чем-то накрыть или в условиях, пакетом, стеклом? Или это может быть ящик какой-то, да, с крышкой. Но контролировать, периодически открывать, проветривать. Ну, в общем, все укоренится. Людмила, как дела обстоят с крупнолистной гортензией? Ее вы тоже на зиму не укрываете? Или все-таки она заслуживает большего ухода, чем остальные? Это единственный геморрой в саду, правда. Потому что успей вовремя укрыть, успей вовремя раскрыть. Раскрыть? Как у нас в этом году, она успела уже и открыть почки, и уже побеги пошли сантиметров, наверное, по 5-6. И минус 3. И даже при укрытии она обмерзла вся. Но удивительная штука. Она как птица феникс такая. Я думала, что она даже не пойдет в рост. А она мало того, что шикарнейший растет, гонит толстые побеги. Да, и она еще цветет. Про гортензии. У нас с самой конец июля полностью открылась. И уже чуть-чуть начинают менять цвет метельчатая гортензия Вимс Ред. Точно такая же ранняя Денталь де Гарон. У нее есть еще одна особенность. Такие же мотыльковые у нее цветочки. Если ее вовремя обрезать, она может свести даже у нас в Подмосковье второй раз. Все остальные гортензии, вот мы сейчас с вами видели, и Ванилу Фрайс, и Лайм Лайт, они более поздние. И они очень долго цветут на свою красоту. Они показывают уже в августе, в сентябре. Если вы хотите понять, какие гортензии вы любите, они есть совершенно разные. Есть вот такие легкие воздушные соцветия. Есть плотно-плотно набитые шапки, которые тяжело переносят осадки. Вы можете приехать в любой питомник, например, в Агрохолдинг Поиск. Там поля гортензии, когда цветут. И вы для себя поймете, что вам нравится. Есть гортензии, которые пахнут, а есть, которые вообще не пахнут. Форма цветка разная. Есть, ну, необыкновенные. Вы посмотрите и поймете, что вам нравится. И параллельно с гортензиями цветут флоксы. А это вообще отдельная песня. Сорта настолько разные. Первые зацветают уже в конце июня, начале июля. Вот это практически уже увядающий сорт. Дальше идут поздние сорта. И самый поздний у меня цветет в сентябре до заморозков. Поэтому вот эту очередность цветения можно себе сделать конкретно под вашу зону. Выбирайте. Продолжение следует...